Привет, это Камчатка с Александром Петровым, и сегодня у нас книжный день. Но книжный день достаточно своеобразный. Сначала я покажу вот такую вот книгу. Это фотоальбом Игоря Вайнштейна «Многоликая Камчатка-2». Фотоальбом «Многоликая Камчатка-2» вышел в свет. К 85-летию автора, я напомню, что 15 лет назад, был опубликован альбом «Многоликая Камчатка», который был приурочен к 70-летию Игоря. И вот теперь появилась вот эта вот книга. С некоторой долей гордости и хвостовства скажу, что ваш покорный слуга, которого вы видите сейчас на экранах своих телеофонов, планшетов, ноутбуков, мониторов, выступил в качестве редактора этого альбома. Судьба его наказала. А недавно в Камчатской краевой научной библиотеке имени Степана Крышининникова прошла презентация этого самого фотоальбома «Многоликая Камчатка-2». Я думаю, будет интереснее посмотреть, как это мероприятие проходило. Смотрим. «Многоликая Камчатка-2» «Многоликая Камчатка-2» Сегодня мы проводим презентацию удивительного человека. Подождите еще. И начали эту презентацию два замечательных музыканта. Яна Пескун и Алексей Бабельнюк. Вы уже посмотрели немного выставку. Вы посмотрели выставку всех книг, в которой или Игорь Владимирович является автором, или соавтором. 12 книг, именно книг, не просто фотоальбомов. И вот эту сегодня мы проводим презентацию «Многоликая Камчатка-2». Это тринадцатая книга. Мы будем надеяться, что эта чертова дюжина дальше пойдет. И будут еще книги. И начать презентацию этой книги я хочу не с биографии Игоря Владимировича, потому что, я думаю, вы многие ее знаете, что большая часть сознательной жизни Игоря Владимировича посвящена фотографии в разных вариантах. И как корреспондента, и как туриста, и как спортсмена, и как человека, который просто любит Камчатку. И начать нашу презентацию я хочу со слов, которыми он сам начинает эту книгу. Книга по структуре точно такая, как «Многоликая Камчатка-1». У нас, видите, один, два. И я думаю, в голове у Игоря Владимировича есть уже три. Через 15 лет следующий столб. Многоликая, да. Через 15 лет будет следующее. Я думаю, надо поскорее поторопиться. И вот во вступлении начинается такими словами. Но надо сказать, почему я сделала упор, что это именно книги. Потому что это не просто набор прекраснейших фотографий. Это действительно книги, которые я даже не могу придумать это слово. Или это очерки, или это зарисовки. То есть в каждой теме, в каждой главе, а вот в этой книге их 24, в каждой главе сначала располагается небольшой, ну, рассказ. Не знаю, как назвать. Сами прочитайте, сами назовете. Небольшая зарисовка, которая относится к этим фотографиям. И надо сказать, что талант у Игоря Владимировича, не только как у фотографа, но когда читаешь его эти зарисовки, соглашаешься с тем, хотя сначала вопрос вроде возникает, ты же смотришь альбом фото-журналиста, но когда читаешь эти зарисовки, очерки, ты понимаешь, что этот человек талантливый еще и писатель. Может быть, не как писатель, но человек, который может передать очень яркими образами свои мысли, у которых это не у всех получается, я могу сказать вот лично про себя. У него это получается и очень хорошо. И начиная вот даже с самых первых альбомов, он не просто дает фотографии, он обязательно что-то рассказывает и о том событии, и о тех людях. И вот как он начинает вступление в своей 13-й книге. Некий интернетовский балагур однажды скептически отозвался о моих фотодеяниях. Ван Штейн в молодости умудрился сделать десяток приличных фотокарточек и с тех пор ими живет. Спасибо. Жаль, что я не знаю этого автора, то бы пожал ему руку. И дальше. Да, и сегодня, когда я пишу эти строки, на полке стоит несколько моих фотоальбомов. Их немного, всего 12. Вот я и подумал, какой же надо обладать сверхнаходчивостью, чтобы десяткам снивкам занять страницы всех этих книг. Подумал, подумал и решил. Большой я молодец. Вы знаете, я не знал, что она будет говорить. Она никогда не говорит, что она... Она сама не знает, что она будет говорить. Поэтому вот у меня как раз была мысль такая же. Сказать о том, что хорошие шутки, они как... Вы помните из песни? Нам песни «Строить и жить помогают». А я говорю, нам шутки «Строить и жить помогают». Вот с Балагуром я уже не буду повторяться, потому что съела у меня тема. А я так вторую-то расскажу. Может быть, этот же самый Балагур в этом же самом интернете как-то намеднее, ну, полгода назад опубликовал следующий, говорит, бывший фотокорреспондент ТАСС, это я. Балагур собирает бутылки. Ну, люди отреагировали по-разному. Например, Метелица, мы вместе работали в фотохронике ТАСС, он начал звонить, собирать друзей, помочь человеку, чтобы бутылки... Вообще, раньше-то бутылки собирали и сдавали, а теперь что раз собирать бутылки? Потом этот Балагур все-таки признался, только именно Сережке, что я собираю бутылки, во-первых, полные, во-вторых, до 100 грамм, не больше. У меня небольшая коллекция, там около тысячи штук, может быть, чуть-чуть больше, я уже перестал считать, устал. Я думал, что до этого все закончится. Но в ТАССе Сережа тоже успел понаговорить, и вдруг из-за рубежа, ну, такого, и дальнего, например, Дрезден, где живет Кличко, из Киева, из Минска, из Москвы, а это уже не за рубежи, правильно. И еще там ко мне стали приходить деньги. И вы знаете-ка, я пытался объясниться, а потом стал говорить, спасибо, мне же книгу издавать надо, она очень дорого стоит. Таким образом, меня выручили вот этот Балагур, который в интернете сказал о том, что мне на бутылке не хватает денег. Это очень серьезно. А если шутят, то я вообще не знаю, как... Мне хочется вступить в полемику с ведущей, но она такая сердитая бывает. Дело в том, что если в фотоальбоме или в книге три автора, их можно называть авторами, но каждый является автором. Я помню это, что я тоже автор. И он тоже сидит автор. И Зыков, где Зыков? А еще, что хотел сказать, что мне очень приятно, что вот я старался, может быть, но время идет, люди разъезжаются, а некоторых и нет. Самая большая часть героев моих книг, вот фотоальбомы «Многоликая Камчатка» один и два, здесь сидят Карпов. Ну-ка, пристань, чтобы тебя все видели. Ставь, 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 ставь. Спасибо тебе. Дразнин, ну-ка поднимись. Поднимись, поднимись, слышите. Простите, я кого-то забыл. Кто-то еще у меня здесь есть. А, ну, Людмила Лукьяненко. Тоже мы ходили в горы. Где она? Лукьяненко? Там где-то торгует. Галина Хмара. А еще кто-то запомнит всех. Кем мы еще где-то в горах были. Или еще где-нибудь на сплаве. Но, к сожалению, далеко не всех уже можно найти. Многие уезжают, а многих и нет. Некоторых и нет, вот так скажем. И когда я увидел здесь небольшое количество, ну, все-таки героев из моих книг, мне стало приятно. Я думаю, что надо еще писать или снимать. Что делать лучше? И то же вы. Как скажете, как скажете. Когда я прочитала всю эту книгу, правда, он все время меня пытается подкусить, что я не дочитываю до конца. Но начиная от первой до последней строчки, вы знаете, мне стало действительно немного жаль вот этого времени. Ведь очень многие герои, которые указаны вот в книге, фотографии которых здесь есть, уже нет с нами. Они уже ушли из жизни. Но вот еще именно поэтому так важны вот такие книги, да еще с фотографиями, для того, чтобы не просто оставалось на бумаге это имя, а еще и облик его оставался. И когда я посмотрела ее, вот очень многие люди, связанные, ну, вулканы это любовь Игоря Владимировича, несмотря на то, что вроде начинал он вроде с морской профессии, и по идее должна быть морская какая-то больше тематика. Но морская тематика, если в виде рыбы есть в первой части, то вот в этой части у него рыбе практически не уделено никакое внимание. А вот вулканом острова Лаид и в первой части, и здесь, там рассказывает легенду, здесь он рассказывает какое-то красивое, какое-то и самоизвержение потрясающее. Причем он всегда находит слова просто удивительные. Вот есть такой небольшой у него очерк, который называется «У природы нет плохой погоды». Вы обратили, может, внимание, у нас в том зале фотографии, вот здесь фотографии нету в этом альбоме. В том зале есть фотографии из первого альбома и из второго. Нет, не такая она, не такая. И вот там есть несколько фотографий. Снег идет, еще снежная фотография. И вот, пожалуйста, у природы нет плохой погоды. Нашему брату-фотографу уже совсем не в моготу, когда проливаю дождь или неделями погоды напоминают хмурую, невыспавшуюся тещу. Так что да здравствует солнце, но и желательно с небесными украшениями, кучевыми облаками. И дальше. С полмесяца путешествовал по Азиатскому Золотому Кольцу. Масса впечатлений. Истрачено десяток пленок. Но за все время ни одного облачка. С утра до вечера выгоревшее серо-голубое небо. И ни единой завалящей тучки. Скучную. То ли дело у нас на любимой Камчатке. Облачных проблем не возникает. Солнышко ловить приходится. Вот небольшие такие несколько строк и фотографии нашего замечательного Камчатского и снегопада, и тучек. И вот удивительная фотография, когда только нос собаки виден из какого-то снежного-снежного облака. Вот эта фотография вообще уникальна. Вы в том зале увидите ее. Наш Камчатский небольшой ветер. Ветер, который гнет все, сломает. И такое впечатление, что и машины останавливает. Причем они очень хорошо здесь видны на этой фотографии. Ну а здесь любимые и всякие облака. И без солнышка тоже можно найти. И вода есть. Ну вода это же. И только водка. Предположим, что это та стихия, на которую вы сначала нацеливались. А сейчас я хочу предоставить слово депутату законодательного собрания Владимиру Александровичу Адееву. Игорь Владимирович, прежде всего, хотелось бы я сегодня в двух сразу ипостасях нахожусь. И как официальное лицо, и как поклонник вашего замечательного таланта и творчества. Сначала как официальное лицо скажу. Сегодня, конечно, хотелось бы огромное вам поздравление передать от Валерии Федоровича Роенко, представителя законодательного собрания. От всего депутатского корпуса. Сегодня хотел Роман Георгиевич поприсутствовать здесь, и Андрей Сергеевич. Но, к сожалению, не смогли. И, конечно, сказать вам огромные слова признательности, благодарности за ваш профессионализм, за ваше творчество, за вот этот замечательный стеллаж книг. Мы думаем, что еще такой стеллаж у вас появится. Вы пишете всегда о Камчатке. Очень много. И мы вам тоже сегодня хотим подарить Камчатку в миниатюре. Это вот такая награда от законодательного собрания. Такая золотая Камчатка. Бегу. Такое красивое. Спасибо. С огромной благодарностью от всего депутатского корпуса. Пусть она вас вдохновляет на новые книги. Я буду стараться. Это как официальная честь. Спасибо большое. А теперь уже как поклонник вашего творчества, тем более, что с недавних пор мы действительно стали у вас достаточно большими партиями брать эти книги. Вот я хочу поддержать Ирину Васильевну и сказать, что действительно эта книга не просто фотоальбома. Во-первых, вот вашими глазами сегодня Камчатку видят все наши известные политические деятели. И многие, так сказать, города. Потому что сейчас, когда мы едем, куда бы мы ни ехали на какие мероприятия, мы всегда берем эти замечательные книги. Почему это книги? Потому что, допустим, этот альбом «Камчатский край» это фактически энциклопедия Камчатского края. И таких книг, в общем-то, нет. Это настольная наша книга. Потому что здесь представлены все муниципальные образования. С количеством жителей, с символами, с промышленностью, с достопримечательностями. Вот такой книги больше просто нет. Поэтому у нас лежит на столе, и когда нам нужно узнать про какое-то муниципальное образование, просто открываем книгу «Ванштейн» и ее читаем. Если говорить о Петропавловске-Камчатском, то вот эта книга, которая была издана в 275-летие, тут не только прекрасные виды Петропавловска-Камчатского, но и замечательные, интересные какие-то очерки, вырезки из газет, из каких-то постановлений. То есть то, чего действительно можно не найти в архиве даже. Поэтому хотим действительно сказать вам огромное слово благодарности, потому что вы не просто показываете Камчатку какую-то многоликую с прекрасной точки зрения природу, но вы еще и рассказываете о жителях Камчатки, рассказываете о ее истории, показываете документы уникальные. Поэтому огромной вам благодарности, огромное вам спасибо. Еще раз хочу сказать, что мы ваши поклонники, вашего творчества и таланта. Хотелось бы, чтобы этих книг было больше. Да у них есть теллажа больше. Да. И чтобы действительно вашими глазами Камчатку видела вся наша страна. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, что вы не видели? Вот когда она сказала, она всегда мне что-нибудь портит настроение, когда она сказала, что это книги, это не альбомы, это книги. Когда и вы повторили, я подумал, может, действительно книга – это что-то большее альбомы. Ну, конечно. Дорогой, бесконечно обожаемый. Просто вот восхитительный. Сейчас растаял. На самом деле, с одной стороны, легко, а с другой стороны, сложно говорить о человеке, который является, по сути дела, легендой. Легендой Камчатки. Не, я это не сказала. Если на меня это не сказала, да? Есть такая, как бы, расхожая фраза «певец Камчатки». Я бы назвала его «творцом мгновений». Потому что мгновения – это наша жизнь. И из них, из них многообразие складывается все ее, вот эта красота, насыщенность, полнота. И вы так здорово это делаете, что смотришь, так сказать, на самом деле хочется жить. Ярко, насыщенно, так, как это происходит. Ну, еще лет столько хватит. Это тема, второй, так сказать, части моего выступления, да? На самом деле, ваши книги, я повторяюсь, книги – это ценность, но в них вы сами. Человек – это удивительно позитивный. Даже дерзко, так, знаете, смело относится к жизни, что от него можно только учиться тому, как вообще относиться ко всему тому, что происходит у нас в жизни, да? Легко, с иронией и очень достойно. Поэтому, Игорь Владимирович, сто лет вам еще жизни, как я сказала, как минимум. Да ладно. Здоровья – самое главное. Потому что, на самом деле, вы один из самых достойнейших, уважаемых и нужных нам творцов. С юбилеем. Буду стараться. С презентацией книги. Ну и как бы небольшие, так сказать, вот подарки, да? Спасибо большое. Это вот здесь такие думские часы. Ну ладно. Ну вот здесь такое у нас. Сколько золота! И еще, и еще, конечно, конечно, цветы маэстро. Это вам, вы художник, вы художник. И его любимая бутылочка из далекой-далекой страны. Из Африки. Из Африки. А у меня из Африки нет бутылок. Вот, вот. Хотя я сам был в Африке, я не нашел. Вы сами нашли? Не будем говорить. Ладно, не будем. Спасибо большое. Спасибо. Кто не знает, что за бутылочки, он так очень активно говорил о бутылках, которые он принимает и ищет. Это вот такие бутылочки сувенирные, которыми уставлены все стеллажи в его комнате. Причем они все нетронутые. Нетронутые. Но я думаю, если через 15 лет придется праздновать, я думаю, вот так выставим и все попробуют. Что там останется, если у него нет. Не забудьте прийти через 15 лет. Да, да, да. Ну а теперь опять книги. Вы обратили внимание, что самая такая стенка, на которую все смотрят, посвящена толбачику, вулканам. И здесь вот в этой книге несколько глав посвящены вулканам. Вулканам в разных вариантах. Или как он турист, полутурист, авантюрист, как он себя называл, спускается быстро с Авачинского вулкана. Или как они совершенно левым путем, дилетанты, поднялись на Авачинский вулкан, спускались через Козельский перевал. Причем вопреки подготовленным людям, которые не смогли в этот момент идти. Или вулканы, на которых он был на извержении. На извержении Аллаида, на извержении Толбачика, на извержении Ключевского. То есть он извержение видел. И вот как он сам пишет в этой книге. Перебирая в памяти дела давно минувших дней, выстраивая череду событий, я постоянно, как на свет маяка в густом тумане, выхожу на воспоминания о днях, проведенных с вулканологами во время извержения. Очевидно, эти грандиозные, захватывающие зрелища, так красочные, неповторимые, завораживающие, что посереть, стереться в памяти просто не могут. И вот эти, это опять-таки, это как бы преамбула к вулканам, но потом там присутствуют люди. Люди, которые связаны с вулканами. Ну, уже были представлены некоторые вулканологи. И вот я бы хотела, чтобы и вулканологи, и люди, которые имеют отношение к вулканологии через огромный узон, в котором неоднократно был, бывал и удивлялся этой махине, этому огромному природному объекту, который потрясает сразу. Я только что про него написал. Он меня в свое время. Он не только вулканолог, но еще хороший врач. Когда я болел воспалением легких, и мне, а поскольку меня уже записали, хроник-пневмоник, то есть я в течение одного года три раза болел пневмонии, он мне сказал, вылечу. И была такая, ну, теперь уже можно сказать, потому что раньше бы я, она просила не признаваться, была кандидата наук медицинских, Шептарская. Я к ней пришел и говорю, я знаю, что у меня пневмония, но я у нее лечился. Ну вот, есть такой вулканолог, есть такой узон. Она говорит, ну я ничего не знаю, хорошо? И когда я приехал после узона, он меня там лечил, это была ранняя весна, это была трехметровая толщина снега, это были лыжи, это он заставлял меня и других слабоневых таскать буровую установку. Ну, она поменьше продать, чем вот, который добывает. УПБ, 25 метров глубина, бурила. Вот мы, значит, когда я вернулся, и она прослушала, проверила меня, я сказала, если бы я не знала, я бы по вашему состоянию решила, что лет 10 назад у вас была пневмония. Спасибо тебе. Как вулканологу, врачу. Я хочу поговорить долго, сядь, а то я соберусь. Ну ладно, коллеги, я хочу обратить внимание вот на что. Мы говорим все, вот, слышали, что кадры уникальные. Но что значит сделать уникальный кадр? Это вовремя увидеть этот уникальный кадр. Вот мне звонят, чтобы я сказал тебе, я уже говорю. И эти кадры, это действительно и здоровье, и время, и силы, и так далее. И я считаю, что вот это 12 книг, это 12 медалей. Почему у тебя нет ни одной медали? Носишь там? А я 13, надеюсь. Уже 13, уже 13. Я на 13, надеюсь. Потому что это труд гигантский. Я бы, ну как бы сказать, опережал события, если бы не сказал... Вот Игорь рассказал, как... А если рассказать, как подбирались к лебедям. Вот они есть. Вот они стоят на снегу, а подобраться к ним для того, чтобы сделать кадр... Вот и Саша там был. Это надо было искусство. Это надо было просто какая-то смелость. Потому что ползти, а иногда замирать на долгие-долгие годы. Минуты, часы. Или извержение вулкана. Ну, тут говорить нечего. Тут все прекрасно понимают, что шаг вправо, шаг влево бывает последним. И так далее. И вот мне повезло. Мне повезло, что я с Игорем был и учился у него. И у меня тоже есть фотографии, которые вошли в мои научные работы. Они сопровождают. Никуда не денешься от этого. Но у меня есть фотографии Игоря в моих публикациях. Коллеги, я хочу сказать, что то, что у нас на Камчатской земле вырос такой мастер, это заслуга, наверное, и природы Камчатки, и всех нас. Спасибо. По крайней мере, по крайней мере, многих его друзей. Потому что они... Сколько у них телевизор будет? Саша, потом. Надо как вы, выключите телевизор. Те события, которые проходили, прошли за эти годы на Камчатке, они теперь на века. Я хочу сейчас остановиться на поздравлении письменном, которое я сделал. Потому что вот то, настойчивое, что звонят, это, конечно, мне придется отвлечься. Заслуженному фотохудожнику, открывателю многоликой Камчатки, Игорю Ванштейну, в юбилейный день рождения. Игорь, ты человек деловой, широко мыслящий, хоть и седой головой. Еще на заре освоения Камчатки стал открывать людям ее природные задатки. Не загадки, а задатки. С фотоаппаратом ты был неразлучен. И в результате был такой материал получен, что твои фотоальбомы раскупаются вмиг. Всех расчищает в них природа язык. Саша, через полчаса. Ты показал Камчатке многоликость, вулканы, гейзеры, ну и всякую дикость. Но ты не забывал славить и человека, и облик настоящего, технического века. Твои шедевры покорили весь мир. Игорь, ты признанный всеми кумир. Ура! Держи. Я чувствую, что я и вещественную... Следующую книгу издавать буду. У Игоря много друзей, поэтому я не огранчивался маленькой. Игорь, это армянский коньяк. Мы иногда его употребляли на ужоне. Будь ласков. Давай, пожалуйста. А то все равно заберешь обратно. Я хочу сказать, что у меня... Друзья. Это уже по-моему 20-е. Будь здоров. Польствование. Вот если я к ним подберу фотографии, будет еще одна книга. Вот я хочу сказать. Ну, что ему пожелать? Конечно, мы желаем ему здоровья. Конечно, долголетия. Но самое главное, чтобы к следующему юбилею была Камчатка Моголикая-3. Хорошо. Солите. Ну, во-первых, Геннадий Александрович сказал такую фразу «фотохудожник». И Игорь Владимирович как-то немного так вздрогнул. Он сразу хотел возразить. Он себя считает фото-журналистом. Журналистом, причем категорически. Сколько я не предлагала ему, может быть, все-таки художник. Просто нет. Ой, я фото-журналист. Ну, по книгам это видно. Он фиксирует моменты жизни. Он фиксирует жизнь в ее течении. Так, еще цветочек тут принесли красивый. И журналистика, он связан очень давно и очень прочная. Ну, начиная с далекого Камчатского комсомольца, о котором он пишет, что может быть еще будет третье рождение газеты «Камчатский комсомольец», но вот почему-то не получается. И позатем, когда он работал в «Пограничники Северо-Востока», это тоже работа журналистики. И вот в следующем зале, вы когда зайдете туда, на вторую часть нашей презентации, вы увидите там фотографии, посвященные и пограничникам, потому что пограничник Северо-Востока, конечно же, требовал таких фотографий о службе пограничников. И фотографии, которые размещены вот в этом альбоме, когда он, ну, вообще, надо сказать, что по многим действиям сам Игорь Владимирович где-то немного все-таки авантюрист. Потому что, не умея нормально прыгать с парашюта, не имея прыжку... Как-то как-то. Ну, простите, я не про сейчас говорю. Этот эпизод есть в первой части, когда, как он говорил, что мы шли на рекорд, который должен быть занесен в книгу рекордов Гиннеса. Но не получилось. Они приземлялись в Арктике. Приземлялись в Арктике, но туда брали только людей, у которых было тысячу прыжков. У нашего автора, фото-журналиста, фото-журналиста было намного меньше. Было пять. Уже целых пять. Да, пять прыжков. Ну, вот как он пишет в своем первом очерке, и также вспоминая здесь, здесь он ссылается просто. И этот рекорд не вошел, о чем написано в первой книге. Почему-то не зафиксировали. Может, не было каких-то бумаг официальных. Но, во всяком случае... Перепутались. Игорь Владимирович, несмотря на вроде такую внешность неспортивную сейчас, он прыгал с парашюта, на горных лыжах хорошо катался, спускался с вулканов, пытался на парашюте в кратер вулкана спуститься. Он был на острове Медном, он на острове Беринга. Он попал на скалу. К сожалению, пишет в этой книге, что Виктор, к сожалению, я не помню твою фамилию. Тот человек, который снимал его со скалы, потому что он не мог спуститься обвешанной аппаратурой. И вот представить себе, ну вот здесь у него есть кофр с аппаратурой. Остров Верхотурова. Остров Верхотурова, а не командоры, простите. Остров Верхотурова, который тоже он очень стремился. Здесь вот есть кофр у него один. Вот если вы ради любопытства, если он разрешит, поднимите его, это один кофр. А сколько на нем было аппаратуры, которую он всегда брал с собой? Сколько? Ну, я думаю, вы знаете, я бы не хотела с такой статистикой куда-либо ходить, да еще и прыгать, и бежать, да еще и снимать во всем этом действии. И вот эта его жизнь, вот очень активная, во-первых, огромное количество людей, с которыми он общался, огромное количество событий, мимо которых он не мог пройти, и потом они просто иногда и не повторялись, эти события. И все это вылилось вот во все эти его книги, почему-то он возродил, когда я его назвала, соавтором. Ну, группа авторов. Пусть группа авторов, которые создавали вот последние, последние альбомы. Дело в том, что вы обратили внимание, что у нас как бы, вот приглашение как бы тройное. Первое, это презентация, второе, выставка, причем в двух залах, и третье ему 85 лет. Возраст совсем 3. Фуршет. Ну, Фуршет, это самое главное. Самое главное, первое. Те, кто рано пришел, те видели Фуршет, те, кто позже пришел, увидят позже. То есть, вот, 85 лет, вы сами согласитесь, что это возраст, о котором в литературе читаешь, это уже глубокий-глубокий такой старец, который должен как минимум сидеть около где-то теплого камина, печки, неважно где, и просто размышлять о жизни. Игорь Владимирович полон жизни. Игорь Владимирович снимает, фотографирует. Игорь Владимирович пишет еще и собирается создавать следующие книги. И вот здесь, в этой книге, как раз я говорила, когда они спускались с Авачинского вулкана, эта глава называется «Чайники вперед». В те давно прошедшие времена на домашний Авачинский вулкан поднимались чуть ли не каждые выходные толпы и сотен человек. А вот спускались только горнолыжники, асы, Володя Синетов, Сергей Орлов, Сергей Чаодаев, Ольга Аграновская, Володя Иванченко. Видите, даже в фамилиях история наша, Камчатская история. Короче, спортивная элита. Нам же доверяли роль шерфов. Мы тащили спортивные пожитки к кратеру, за что получали право сфотографировать героев на старте. Дальше, увы, за ними не угнаться. А тут, в комсомольский юбилей, вдруг настоящих героев на месте не оказалось. Давайте сами закинул удочки Леонид Баташов. Еще история. Чайник похлеще меня. Есть искра, даешь пламя. Пошли уговаривать знакомых. Спасибо, в их числе оказался альпинист, горнолыжник Михаил Романенко. И он еще пару специалистов нашел. И вот они добрались. Радость внизу нас ждала родная буханка, троекратно ура. Мы чайники, но победа за нами. Разожгли костер, вскипятили ледниковую воду, торжественные отметили победу. Вот, пожалуйста, небольшой эпизод вроде чайники, но сколько из вас спускалось с овачьим на лыжах? Не очень много. Нет, есть, конечно, но не очень много. И вот все эти эпизоды это история нашей Камчатки. История людей, которые делали какие-то очень интересные дела. Парашютисты, которые тоже, мы знаем, и с парашютным спортом связаны и приземление в Арктике, и попытка спуститься в кратер вулкана, но ему поручили наблюдение. Он переживал очень за них, но он имел право подписи, поэтому он должен был стоять наверху, не спускаться. Но это все, ведь согласитесь, вот это жизнь огромнейшая с 50-х годов с фотоаппаратом, с огромным грузом. И если есть у него какие-то жалобы в этой книге и сетывания, то только по тому поводу, что вертолетчики не допустили груз вот в той мере, в которой он хотел взять на себе эту аппаратуру, не дали ему. То, что когда выпрыгивали из самолета парашютисты, он не успевал их снять, потому что они улетали под хвост. И вот тогда-то ему предложили, а ты снимай в полете. Одели его, снарядили и отправили вниз. И он снимал до тех пор, пока не окунулся уже в снег. Снимал, снимал все в полете. И вот это вот такая активная жизнь, я вот читала, мне просто было завидно, буйно, такая буйная, бурная, удивительная, уникальная. Отсюда и люди, и герои его книги, и часть, которые здесь есть, и те, которые просто как в воспоминаниях возникают у него. Вот это жизнь Игоря Владимировича. Сегодня мы там многолетние стояли, слушали, что-то очень много говорилось про возраст, про почтенные какие-то годы и так далее. Я думаю, что на самом деле Игоря Владимировича можно поздравить с выходом из комсомольского возраста. Да, теперь у него появилась привилегия не платить взносы членские, комсомольские. Настала пара зрелости. Уже какого-то опыта. Тем более его можно назвать одним из самых молодых журналистов Кавчатки. Всего-то 60 лет в организации это вообще не возраст совершенно. Но если серьезно, конечно, Игорь Владимирович, вас вам что-то говорить, вас хвалить только портить. Я это делать не буду, уже все сказано на своем деле. Мы желаем вам бодрости, энергии, чтобы запас батареек не кончался, все было хорошо. Раскрою, ну, такой небольшой секрет, как бы, он, как бы, пополаме пока что еще. Сегодня я тоже край муха услышал, что Ванштейна называли легендой камчатской журналистики. Камчатская организация его представила на звание легенды российской журналистики. Будем надеяться, что где-нибудь в начале года вот такого знака у вас точно нет. Напишем легенду. Да, да, да. У вас есть все, а такого точно нет. Вот, но в принципе не будем задерживать долгого времени. Хотелось бы подарить вам, Игорь Владимирович, чемодан денег на новые несколько альбомов. Но сейчас Матвей подарит цветы, я вам подарю маленький пакетик с бодрящим напитком. Вьетнамских товарищей. Это ваша коллекция. Я понял, все. Матвей, Матвей, скажешь? А? Скажешь? Ну что, я знаю Игоря Владимировича с 76-го года, когда еще он работал в Комсобольце, Камчатском. Редакция находилась где Сверхсвободы в деревянном двухэтажном здании. И в тот момент, я помню, я появился в редакции, а Игорь Владимирович как раз получил приглашение в этап ТАС. Нет, в ТАС, когда еще этап не было. В ТАС. И вы, я помню, пришел, я в первый раз в редакцию, фотофроника. Да, Была Тамера Сергеевна, и вы, я помню, такой планшет стоял огромный, вы там ретушировали свою фотографию, что он наделал. Я подошел и думал, бог ты мой, я стою рядом с Фанстейном. А потом, я посчастливилась с ним работать в одной редакции. Еще он мной командовал. Да, еще я им командовал. Начальником был, у него погоны. Да, поэтому спасибо вам за все, Игорь Владимирович. Мне было очень приятно с вами работать и вообще общаться с вами одно удовольствие. Спасибо. Если бы я сегодня не выговорилась, не выговорилась, а я должна выговориться. Поскольку она ученый человек, то можете спокойно засыпать. К утру я скажу, что уже можно приходить на фуршетку. бы ты сказал об учености, я когда защитила диссертацию, приезжаю на Камчатку, ну и Игоря встречаю. И конечно, так как сколько мы с тобой дружим или знакомых хотя бы, ну если мы не говорим, но сколько, много. Ну лет не меньше 85. Ну ладно, хорошо. Вот. В общем, Игорь был первым на Камчатке, кто меня встретил и поздравил с тем, что я наконец-то защитила диссертацию. и говорит, надо же, дура-дура, а ведь в люди выбилось-то. Представляете? Неужели правда так поздравил? Ну, я знаю, что он ко мне по-другому относится. Ну да. вот, я еще раз хочу сказать, действительно, тот мир, который нам дарит Игорь, а Игорь, ты правда, ты такое богатство был битнесом. Значит, тогда мы так скажем, дура-дурволь, ну какая умница. Да, 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 Спасибо большое, да. Вот, почему я разволновалась очень сильно, ладно. Я что, я почему зло попросила? Ну, во-первых, я очень счастливый человек, что Игорь меня держит в друзьях более, ну, 60 лет, скажем, да, так вот. А потом я еще очень счастливый человек. Почему? Потому что я очень была дружна с его мамой Асей Васильевной и с тетушкой. Они такие неразлучные, две сестры были, Игорь Васильевна и Ась Васильевна. И вот, если бы не такая чудесная мама, может быть, не было бы такого чудо-природа, да, как Игорь Реша, потому что действительно... Маму у него. Да, да, да. Нет, такой чудесный, Потому что действительно, мамулечка, у тебя это было чудо. И сестра твоя, Наташенька, тоже. Игорь, ты просто, ты вот такое любящее сердце, ты умеешь сохранять колоссальные дружбы. И вот, сидящие в этом зале подтверждили этому. И не только сидящие здесь. Ой, я еще... Поплачем? Поплачем. Обязательно. Поможем? Да, обязательно. Я хочу сказать ему, давайте поаплодируем его мамочке, Асе Васильевне, за то, что она нам подарила такого... у нас в клубе два фотографа. Петров и я, остальные фотографы. Вот видите, кому-то еще пригодится. Игорь Владимирович. А Витя, ты Витю забыл. Игорь Владимирович, правильно, он, к слову, художник, немного так относится. Ну, я, вот как я отношусь. А почему не фотоархитектор? Да. А почему не фотомузыкан? Или просто фотоклоун? Ну, почему именно фотохудожник? А потому, что мы на одном и том же плоском пространстве размещаемся. сроком слышно слово. Фото творец. Это только французы знают. Мы-то не знаем этого. Мы-то этого не знаем. Ну, надо согласиться, что фотография многогранна. Тут и художественная фотография, и журналистская фотография. Сейчас уже в 3D есть фотография. Так что и научная, и так далее. Ну, что я хочу сказать? Столько сказано хорошего, что мне кажется, уже кристаллы выпадают просто. А где Владимир? Да вообще пора на фуржу. Да. А что можно? Обожди. Обожди. Конечно, Игорь Владимирович известная личность, персона в нашем городе, в нашем крае, ну и, как здесь сказали, в мире. Правильно? Пергвина ничего не знает. для Диаболта. Ну, это не важно. Не важно. Конечно, у нас в клубе мы часто с ним спорим. Вот, характер у него сложный, но я скажу, что если не сложный характер, это никакой характер. Так что, все, что он говорит, мы понимаем, конечно. С чем-то не соглашаемся, с чем-то соглашаемся. Безусловно, это очень круто, можно сказать. 60 лет в профессии, даже больше, наверное, 60, да? Ну, или около 60. В 69-м году я вступил в Союз журналистов. Кем? А, два года до этого было, до 62. Вот так. Это действительно очень круто, как сейчас выражаются молодые. И, конечно, и 85 лет в таком здоровье, в общем-то, я... о здоровье много говорили, да? Много говорили, да? Но я думаю, все равно, вы видите, перед вами он здоровый, творческий человек. И физический, да. И физический. И физический. Вы знаете, такие люди, которые так долго работают, все-таки возраст совершеннолетия, я бы сказал, даже такой у вас сейчас, я думаю, еще довольно намного впереди. То, что третья книга будет, то, что третья книга будет, я не сомневаюсь. Я думаю, и вы не сомневаетесь. Ну, только он лишний. Да, вот именно. сейчас увидел. Оставлено. вот, для меня оставлено. Что сказать по книгам? Конечно, вот, по поводу художника. Ну, что такое художественная фотография? Вообще, искусство это создание образа. Художник это тот, который создает образы. А мне кажется, что многие здесь фотографии очень образны. Поэтому не открещивайся, Игорь Владимирович. Не открещивайся. фотографии. Вот, То, что касается текстов, которые я уже почитал, посмотрел, и первой книги, и во второй. Безусловно, Игорь Владимирович владеет словом, и читать его эссе, можно сказать, я не знаю, как, ну, опус, эссе, краткие, такие вот, ну, я бы назвал это эссе, это выражение его чувств к природе, к людям, которых, которых он снимает. Конечно, очень важно, что сама фотография, и в данном случае эти книги являются некая машина времени. Вот, смотря эти фотографии, мы погружаемся, это действительно машина времени. Ни одно искусство, ни один художник, ни один писатель даже не может так запечатлеть время, как запечатлено оно в фотографии. И это делает Игорь Владимирович уже 62 года. Похлопаем все-таки это по-русски. Это здорово, это очень и очень здорово. Я думаю, микрофон мне тоже не нужен, комната очень маленькая, и все это слышат. Я вижу, что некоторые люди в зале умеют не только смотреть картинки, но и читать. Потому что я вижу у них в руках вот эту вот книгу. То, что мне хотелось бы сказать про Игоря Владимировича Вайнштейна. Я написал в заключительном слове к этой книге. И говорить об этом это не буду. Каждый желающий может подойти, купить эту книгу и прочитать. А я тебя, Игорь Владимирович, поздравляю с выходом тринадцатой книги. Знаю, что мы на днях начнем уже готовить многоликую Камчатку третий том. Можно я закончу первую торжественную часть для того, чтобы дать слово... Сколько закладок там? Посмотри, сколько есть. Это просто тебе показать, что я читала. книга начинается последняя глава это слово редактора, а первая можно сказать преамбула к этой книге начинается так, просто спасибо вам люди. Легко дышится, а стало быть и живется, когда на свете такие люди есть. И дальше он перечисляет всех тех, благодаря которым вышла эта книга. Но я думаю, что он сейчас скажет еще и всем спасибо, кто пришел на эту презентацию, на эту выставку, для того, чтобы еще раз лишний раз переговорить, услышать Игоря Владимировича. Я не знаю, прав? Если будете аплодировать, значит я прав. Если не будете аплодировать, значит я не прав. Вот последние строчки вот этого спасибо вам людям. Хочу добавить спасибо и тем, кто вызвался принять участие, но потом стушевался. Странно? Ничуть. Вы помогли мне слезть с печи, ну, с тахты, решиться взяться за перо и фотокамеру. Спасибо всем. Короче говоря, я говорю о том, что спасибо всем, что вы есть. Потому что когда что-то делаешь, ты знаешь, для кого-то делаешь. Вот я не верю в то, что можно делать для себя только. Это быстро надоедает. А если ты знаешь, что люди потом или увидят, или прочтут, или погладят по головке, приятно. Честное слово. Спасибо. Как знаете, в старые времена говорили, знаю товарища Больштейна. Я столько не знаю, как многие из вас. И вообще, вот по его словам, я никто, поэтому я так и говорю. Я не фотограф, не художник, я действительно никто. Он для меня, наверное, вообще в моей жизни занимает особое значение. И мне, наверное, каждому человеку было бы приятно и очень нужно, чтобы такой человек был. И эта Камчатка, сколько я знаю, все время одинаковая. Понимаете, всегда вот тут он такой, да? Холодно, свежий воздух, да? Как тут разложиться невозможно. Оленина. Когда-то лет 15 назад мне нужно было пройти половину земного шара и я пришел к нему на инструктаж. Он меня проинструктировал, потом, значит, пришел, он еще раз мне рассказал, как все там готовил, провожал, встречал, кстати. Вот, и я так волновался, потому что он сказал мне, какой фотоаппарат для этого купить. Я приобрел, фотографировал, и вот приношу ему массу материала, страшно волнуюсь, показывал. Игорь, ну что, я художник, или не, я фотограф, или не фотограф? Он посмотрел, полистал и говорит, если бы я мог, я бы тебя убил, ты просто никто, ты это все загубил. Я понимаю, что он, вот, я-то, он потом объяснил мне, почему, потому что я не мог сделать так, как бы сделал он. А он смотрел на то, что убожество, что я ему принес, но он представил, как бы он это сделал. Поэтому он говорит, я бы тебя, если мог, убил. Какой ты фотограф? Ты никто. Поэтому я говорю, я бы его словом никто. И есть еще один момент на 80-летие, зная его страстишку, я очень долго искал, приобрел такой набор, там эти маленькие пузырочки, я его забыл. И не вручил. Ну, думаю, ладно, на 85 сочемся. 85 пришло, у нас тут сейчас свои проходят мероприятия, я снова забыл. Поэтому давайте в начале года, говорят, будет его признание в масштабе России, не только Камчатки. Куда еще меня потащить? Может, мы соберемся не в этом зале, потому что нельзя было пройти сюда зал, действительно маленький. Игорь Владимирович, это же будет в Кремлевском дворце, Гриша же сказал. Но мы тогда по телевизору поскольку он меня представил злым, критиком, противным, так далее, я расскажу одну вещь, которую никому не рассказывал. Человек проходит северо-морским путем, он не говорит сейчас, он встречается с белыми медведями, почему-то снимает их со спины, а не с живота. и так далее. Подожди, подожди, но самое главное не в этом. Пароход, на который он пришел, я его, по-корричной, я залез на мостик, а он стоит внизу. Я говорю, слушай, понравилось? Он говорит, да, я говорю, еще пойдешь, он, господи, до колени встает, не надо больше. Можно было про это не рассказывать. Правда. Игорь Владимирович, я тоже от имени Камчатского отделения союза художников хочу поздравить вас с 85-летним, с этим прекрасным событием, выходом книги вашей 13-й, да? Перед 14-й, да. Я хочу выразить признательность от всей семьи Феликса Тебеева за то, что вы повековечили в своей книге его имя. Потому что тут разговоры уже шли, что многих ваших знакомых друзей уже нет на этом свете. И Феликс платил в 2006-м году. Но я осмелюсь назвать себя его представителем и от его имени... Сын осмеливается. Скромно, так? Я хочу вас со всеми этими событиями поздравить. Спасибо. Дорогой Игорь Владимирович, этот скромный букет... А это... Это не скромный. Да. Надо отходить от малых форм. Более крупные, так сказать. Ну да. Это крупное сочинение, так сказать. Надо собирать много коллег, что теперь ты... У меня четырехкомнатная квартира, у меня там маленькие бутылочки не мешаются. А если я такие поставлю, тысячу штук, где я жить буду? Когда приобретешь совсем мировую известность, какой-то мировой наградой тебе обещали, тебе подарил тон. Мы найдем возможность тебя приютить. Спасибо большое. Это тебе от нас. Большую благодарность от всего нашего коллектива. Мы знаем, любим, не всегда получается встречаться. Вот я и хочу сказать, не всегда получается. Расписочку. Да. Я хочу сказать, что на все наши концерты мы с большим удовольствием будем тебя видеть. Мы тебя всегда приглашаем. А сколько стоит. Я с большим удовольствием вспоминаю наши общие дороги. Они были длинные, интересные. Мы даже с соседей кровати жили одну. Не спали вместе, но в стакане главный фуршет. Пойдемте скорее в ту комнату. Там хорошая, красивая выставка на столах. Сначала идем смотреть выставку и заодно на фуршет. наоборот. Пожалуйста. вот так. И в Камчатской краевой научной библиотеке имени Степана Крашенинникова прошла презентация фотоальбома Игоря Вайнштейна «Многоликая Камчатка-2». Красиво, эстетично. Что еще я хотел сказать? Ах, да. Конечно. Я уже говорил, что примерно один раз в месяц я разыгрываю среди подписчиков моего канала, которые сделали пожертвование на развитие канала, так называемые донаты. Разыгрываю какую-нибудь книгу. Нет. Фотоальбома Игоря Вайнштейна я разыгрывать не стану. Сегодня вот эти вот две книги «Елезовский район в газетной строке», вышедшие месяц назад и приуроченные к 70-летию Елезовского района разыгрываются среди жертвователей, среди меценатов канала. Собственно говоря, почему разыгрываются? Уже разыграны. Наконец-то вы узнали правду. Эти две книги получает, как ни странно, «Елезовщанка» «Елезовщанка Елена», сделавшие донат на указанный в описании под каждым роликом и под этим тоже номер «Карты Сбербанка». хотите сами принимать в этом участие, хотите выиграть какие-то книги, к выпуску которых я имел непосредственное отношение, отрывайте денежки от семей, вынимайте из загашников и отсылайте их на номер «Карты» и указаны ниже. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать от меня о каких-то новых книгах, пишите комментарии. А если вы первый раз на этом канале, то вот эта вот подсказка в правом нижнем углу кадра разъяснит вам, что нужно делать для того, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова